МОСКОВСКИЙ ЛАКОВАТИВ АПЛОДИСМЕНТЫ Капитан команды и все участники получают медали, бросают медали за третье место. Давайте все гости попросим повесить медаль на шею нашим юным железнодорожникам. МОСКОВСКИЙ ЛАКОВАТИВ У тебя есть полочка специальная для трофеев? Да, есть. И сколько на ней уже призов всяческих? И какой самый ценный? Самый ценный это кубок был. Мы выиграли турнир в том году. Тебе понравился этот турнир? Да. Ну, короче, он очень понравился мне. Что такие команды приехали из других городов. Интересно было поиграть, помериться силами. Какая игра была самая сложная? Самая сложная, я думаю, была с ЦСКА. ЛОКОМОТИВ 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 Первое место! Понравился тебе турнир? Ну, да. Какой матч был самым трудным или самым запоминающимся? В запоминающемся был со Спартакома, трудный самый, с Академией Коноплева. Сколько голов ты забил на этом турнире? Семь. Больше, чем у других в команде? Ну, да. Ты играешь в центральном полозащитниках. Кто тебе больше всех нравится в твоем Амплуа во взрослом Акомате? Во взрослом Сычев. А вообще в мировом футболе? Аршавин. Лучший тренер в первеначном возрождении! Санцены! Крепорт! Александр Александрович, во-первых, с победой. Как вам вообще этот турнир и чем он полезен для мальчишек такого возраста? Ну, этот турнир полезен в первую очередь тем, что на нем представлены все лучшие команды города Москвы и регионов России. Академия Коноплева, ЦСКА, Спартак. Вот. И удивила команда из Барнаула. Очень организованная, обученная команда, вот именно Академии Смертвы. Хорошо себя проявила и все московские команды показали, как надо играть. Перед началом турнира вы наставили мальчишек именно на победу, на первое место или была некая задача минимум? У нас всегда одна задача – учить детей правильно играть в футбол. А победы, если мы правильно играем в футбол, значит мы выигрываем. Если мы проигрываем, но если мы неправильно играем в футбол, то мы не выигрываем первые места. То есть у нас нет задачи любой ценой выиграть, победить в любом матче. Мы продолжаем учить мальчишек и готовить их для главной команды. С вы сторонник точки зрения, что до определенного возраста детей не стоит обязательно зацикливать на результате. А с какого возраста вообще, на мой взгляд, это действительно имеет смысл говорить уже о победах и ставить высокие цели? Ну это, наверное, возможно у старших детей. Но это не только то, что мы не требуем от детей результата, это не мое личное решение. Это решение нашей администрации, нашего директора, чтобы конкретно готовить детей, тренировать, обучать их технике футбола и готовить главную команду мальчишек. Вопрос как к тренеру, который занимается одним годом. А вот не жалко вам каждый год отдавать мальчишек дальше? Сердце кровью обливается. Но это как бы веление, ну современное требование, понимаете, и это имеет очень большие плюсы. В первую очередь, что связано с тем, что тренер не привыкает к детям, что я, допустим, уже по третьему разу беру мальчишек этого возраста и уже знаю, что с ними делать не надо. То есть я уже более квалифицированно работаю и достигаю наилучших результатов. А чего не надо делать с мальчишками до 2000 года? Ну, не надо их физически гонять, не надо им давать кроссы, не надо их ругать, надо только положительные, чтобы у них были положительные эмоции от тренировок, от соревнований. Вот это категорически нельзя делать. А как же тогда объяснить им, что сегодня они сыграли неправильно или плохо просто? Ну, это можно объяснить не на высоких тонах, не повышая голоса, а спокойно обстановке, сказать, что они совершили ошибки. И если они исправят их, то будет другой результат. Детский тренер – это призвание? Вы знаете, не каждый может работать с детьми, потому что много футболистов, которые играли в большой футбол, приходят работать с детьми и просто не могут с ними найти общий язык. И самое главное, что они считают, что у них в прошлом было самое лучшее, а здесь они отбывают номер. А те, кто не играли в футбол большой, они наоборот считают, что у них все впереди, и что они сейчас работают, это самое лучшее в их жизни. И они ждут от этого положительных эмоций, и эти тренеры получают удовольствие от работы. Андрей Потапов – локомотив «Нашквард». Алексей Миронов – локомотив «Нашквард». Это на нашем символической сборной турнире. Давайте еще раз поаплодируем. Алексей Александрович Иричев, ваши аплодисменты. Ребята, ну вы все уже устали, все уже спешите домой, поэтому я буду рады. Я поздравлю победителей с победой, а всех проигравших приглашаю на наши футбольные арены в следующем году. И в том числе поучаствовать в локоборе, который стартует уже в мае. До встречи на наших футбольных аренах. Субтитры создавал DimaTorzok